Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Лучше уполномоченный по охране труда Смоленской области работает на атомной станции. Праздничные мероприятия в День защиты детей. Первый чемпионат России по корейскому боевому искусству фехтования на мечах в городе-спутнике Смоленской АЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». По концерну «Росэнергоатом» фактическая мощность на сегодня 23 362 мегаватта, что соответственно 103,1% с начала года выработка электрической энергии. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Смоленская АЭС в работе 3 энергоблока, суммарная нагрузка 3091 мегаватт. По производственной деятельности диспетчерский график выполняется к плану плюс 311 миллионов киловатт-часов. Прирост за июнь будет в связи с переносом ремонта блока. О ходе реализации ПСР-проектов на Смоленской АЭС доложил заместитель главного инженера Олег Кужиньязов. Вышел приказ об открытии ПСР-проекта по первому резу ОТВС в Хаят. Наблюдается положительная динамика в подаче ППУ. За неделю подано 44 ППУ против 20 на предыдущей неделе. Всего подано с начала года 391 ППУ, принято 203 и реализовано 79. Выработка электроэнергии за май месяц составила 2,25 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 10 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 312 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Инженер управления производственно-технологической комплектации Смоленской АЭС Владимир Дядин вошел в число лидеров регионального смотра конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» по итогам 2016 года. Кубок победителя и благодарственное письмо ему вручил лично губернатор Смоленской области Алексей Островский на торжественной церемонии награждения в администрации региона. Обращаясь к победителям областного смотра конкурса, Алексей Островский подчеркнул, что вопросам безопасности труда уделяется особое внимание со стороны государства. Правильно, что с каждым годом все больше число работодателей осознается, что безопасность и здоровье работающих – это ценный ресурс, для поддержания которого требуются определенные финансовые затраты, обложения средств, создание безопасных условий, куда работают и поспособствуют успешному развитию бизнеса. Как правило, в предприятии, где руководители заинтересованы в создании благоприятных и безопасных условий для своих работников, эффективно работают и общественный контроль за охраной труда, осуществляемые уполномоченные лица в данном направлении. Уже более десятилетия Смоленск АЭС удерживает статус лучшего предприятия региона по состоянию условий и охраны труда. Достижение этого успеха – значительный вклад мысли уполномоченной по охране труда. Владимир Дядин, уполномоченный от охраны труда управления производственной технологической комплектацией, уверен, что охрана труда – основа основ в организации безопасной рабочей среды на производстве. Работа уполномоченного очень важна для обеспечения безопасных условий труда на производстве. Спасибо администрации области о награждении с такой высокой наградой. Данная награда будет симулировать дальнейшую работу работников уполномоченного по охране труда. Имена десногорцев четырежды звучали на церемонии награждения представителей общественного контроля по охране труда, передовых предприятий и организаций области. Звание лучших также удостоены заместитель директора школы номер 2 Елена Ямникова, воспитатель детского сада «Мишутка» Лидия Иванкина и инженер по охране окружающей среды акционерного общества «Атомтранс» Юрий Остриков. Большой спортивный праздник организовали для детей концерн «Росэнергоатом» и «Смоленск АЭС» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и администрации Десногорска. 1 июня, в Международный день защиты детей, на площадках «Атомграда» прошли масштабные спортивные состязания. Фестиваль баскетбола в рамках проекта «Динамо Росатом» и открытый турнир на призы «Смоленской станции» по дворовому мини-футболу «Кожаный мяч». Они объединили более 400 юных спортсменов из Десногорска, Рославля, Ершичи, Ельни, Ярцева и Смоленска. Воспитание здорового, увлеченного спортом подрастающего поколения десногорцев – задача, которую сообща единой командой, решают руководства «Смоленская АЭС» и муниципалитета. Будущее, да, наше будущее, оно отражено в общем-то и в лозунгах, и в наших взаимоотношениях. И понятно, что как город без станции, так и станция без города, потому что мы живем единой семьей. Если мы радуемся, радуемся вместе, мы празднуем вместе. Если у нас есть вопросы, которые вызывают некоторую озабоченность и грусть, то мы вместе их выносим сюда, в город, в жительном приходим, с администрацией общаемся, эти вопросы рассматриваемся вместе. Как отметил депутат Смоленской областной думы, региональный координатор федерального спортивного проекта партии «Единая Россия. Детский спорт» Николай Дементьев, День защиты детей в Десногорске прошел на самом высоком уровне. В городе Десногорске всегда бывает приятно по многим причинам. Сегодня одна из этих причин, как раз вот спорт детям, это центр площадки по баскетболу, который сегодня есть. Город Десногорск как раз отличается тем, что сегодня молодежь активно занимается спортом. Есть хорошие результаты, которые сегодня идут и для области, и для России в целом. Поздравляем жителей города Десногорска. Это первая ласточка, а затем мы будем проводить такие же соревнования в различных наших городах. По мнению главы города Андрея Шубина, организация массовых спортивных праздников в Десногорске является мощным стимулом для того, чтобы еще больше наших детей делали первые шаги на пути к спортивным достижениям. Такой спортивный праздник, посвященный Международному дню защиты детей, является мощным стимулом для того, чтобы еще больше наших деток делали первые шаги на пути к спортивным достижениям. Сегодня огромное спасибо всем людям, которые готовили это для детей, потому что более трогательного события, если честно, я в своей профессиональной жизни не видел. То, что была отличная идея собрать на одной площадке и спортсменов, и детей, посмотрите, родителей, школьные площадки, это великолепная идея, и просто я уверен в том, что это будет хорошей системой. Мы сегодня начинаем большой баскетбольный детский поезд по муниципальным образованиям Смоленской области. Не менее яркой и насыщенной была творческая праздничная программа. Она объединила тысячи десногорцев от мала до велика. На площадках города прошли многочисленные конкурсы, детские эстафеты, развлекательные программы и концерты. При поддержке Смоленской АЭС впервые прошел чемпионат России по корейскому боевому искусству фехтования на мячах «Хайдон Гундо». На площадке детской и юношеской спортивной школы «Тамграда» 2 июня собрались более 50 юных воспитанников школ корейского боевого искусства из Десногорска, Смоленска, Москвы и Рословли. Чуть больше года назад в городе Десногорске только познакомились с таким прекрасным боевым искусств фехтования на мячах. А сегодня уже десятки мальчишек и девчонок у вас занимаются прекрасным боевым спортом, участвуют в международных соревнованиях. По словам президента Европейской Ассоциации «Хайдон Гундо» Санг Хён Хана, в России корейское боевое искусство начало развиваться 4 года назад. Год назад пришло в город Атомщиков. Здесь при поддержке Смоленской АЭС была открыта школа «Белый тигр». У меня большой опыт преподавания «Хайдон Гундо» по всему миру. Но когда в прошлом году я впервые приехала в Россию и провел здесь семинар, тренинг, то я был поражен вашей публикой, вашими людьми. Потому что в России действительно чувствуется желание и стремление детей изучать «Хайдон Гундо», научиться этому виду боевого искусства. Как рассказал руководитель Ассоциации корейского боевого искусства фехтования в России Владимир Коптепцов, за два года численность поклонников нового вида спорта в нашей стране значительно выросла, особенно среди детей. У нас сегодня проходит первенство и чемпионат России, первый в нашей стране. «Хайдон Гундо» – это корейское фехтование на мячах, если так по-русски все это объяснить. Занимается у нас в группе примерно около 30 человек. Во-первых, учат дисциплину, учат сильную дисциплину, потому что соблюдается некий этикет, все-таки это восточное единоборство. Поэтому этикет – это на первом месте, уважение к старшим. Второй этап – это уже, конечно, соревновательные. Тут уже концентрация внимания, спокойствие. То есть вот такие вещи, они считаются философские, но тем не менее они очень серьезно развивают личность. Прекрасные условия. У нас самое главное, что людям все это нравится. Тем людям, к которым мы обращались за помощью, всегда помогали. В первую очередь, это, естественно, Смоленская атомная станция. То есть очень сильно нас поддерживают. Призы нам предоставили, медали. В администрации города сотрудничаем. В рамках чемпионата «Мастер Хант» провел обучающий семинар для российских спортсменов, а также аттестацию воспитанников и руководителей школы «Белый тигр». По итогам чемпионата были определены победители в личном и командном первенствах. Все они награждены цельными призами и кубками Смоленской АЭС. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»